Слаженность в работе достигается благодаря тренировкам. Каждый день сотрудники ОМОНа оттачивают боевые и физические навыки. Ведь каждая операция, в которой они задействованы, связана с сохранением человеческих жизней. Освобождение заложников, захват террористов и задержание вооруженных преступников. Сотрудники ОМОН всегда находятся на передовой. Когда начали стрелять, я даже спухалась, но мне сказали, что не надо бояться, и не спухалась. Так я бы там сейчас сначала побежала куда-нибудь. Не надо думать, что сотрудники ОМОН только применяют силу. Ребята все юридически грамотные. Большинство из них учатся и уже отучились в высших учебных заведениях в городе Рязани. Как на юридических факультетах, ну и по желанию ребята у нас учатся в педагогических факультетах. Помимо владения собственным телом, на помощь приходит передовая техника. В преддверии приближающегося праздника ее можно было не просто посмотреть, а потрогать и сфотографироваться. Возможно, это первое знакомство станет для кого-то началом профессиональной карьеры. Мобильный отряд особого назначения состоит из разных специалистов. Любители животных могут стать кинологами и обучать собак поиску опасных веществ. За техническую часть операции отвечают саперы. Именно им предстоит обезвредить бомбу. Если человеческий глаз обычно не может воспринять, надо открыть какую-то крышку, чемодан или чего-то, а это не всегда безопасно, мы помещаем вот этот эндоскоп, зонт в отверстие и уже здесь через видеоустройство смотрим, что находится внутри. Такая работа требует повышенных мер безопасности, поэтому в распоряжении саперов находится специальный костюм. Этот шлем – часть костюма сапера. Здесь есть фонарик, стекло, которое выдерживает прямое попадание пули, а также микрофон, благодаря которому человек может общаться вместе со своей командой. В нем приходится работать по несколько часов. Для этого костюм оснащен кондиционером, ведь любая капля пота или неверное движение могут привести к печальным последствиям. Однако в Рязани работают исключительно профессионалы. Они любят свою работу и делают все возможное, чтобы покой мирных граждан никто не нарушал. Продолжение следует...